Тем временем на руднике «Мир» компании «Алроса» продолжается поисково-спасательная операция. Напомним, что в минувшую пятницу там произошел прорыв воды. На момент аварии на руднике находились 151 человек, 143 шахтера удалось спасти. Судьба еще восьмерых пока остается неизвестной. С хронологией событий вас ознакомят наши коллеги. В 16.30 по местному времени в шахте «Рудника «Мир»» компании «Алроса» произошел прорыв воды из карьера. В момент происшествия в шахте находился 151 человек. Был введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб и началась спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии. С момента происшествия в течение трех часов 40 человек были подняты на поверхность. Людей с нижних горизонтов переводили на верхние безопасные. Еще через час число спасенных составляло 102 человека. В конце дня было выведено 142 шахтера. Судьба девятерых оставалась неизвестной. Ни на минуту спасательная операция по розовску шахтеров не прекращалась. И вот хорошая новость. Один из рабочих, Алишер Мирзаев, вышел на связь на горизонте 410. 36-летний стволовой рудник «Мир» был поднят и госпитализирован в Мирненскую городскую больницу. Его жизни на данный момент ничего не угрожает. Как потом сам признался Алишер Мирзаев, в 30 часов, проведенных в шахте, он повторял себе одну фразу – «надо жить». Пришел ветер с туманом. Внезапно, когда глыба, или как ее назвать, воды, с грязью, с мочевого, напала на меня. Пришлось глотать воду грязную. Уровень уже меньше стал. Тогда я уже осознал, что я пришли. Несколько опытных рабочих добровольно вызвались помочь спасателям, чтобы вместе с техникой попытаться добраться до тех мест, где могут быть заблокированы их товарищи. Были определены новые возможные направления спасательных работ. Продолжилась расчистка подземных выработок на горизонтах в минус 210 и 310. На месте работали отряды горноспасателей и три погрузочно-доставочные машины для вывоза с рудника горной массы. 6 августа в Мирной также были доставлены 7 горнопроходчиков – скалолазов из Айхала, которые в течение дня должны были обследовать выходы вентиляционных шахт и штоллин. Горноспасатели и работники рудника в течение суток разбирали завалы на протяжении более 200 метров. Всего обследовано почти 7 километров незатопленных горных выработок. В частности, рабочие разобрали две погрузочно-доставочные машины на горизонте минус 310, чтобы доставить их на горизонт 210. Альпинисты попытались установить связь с заблокированными горнорабочими со стороны уклона рудника через водоотводную трубу. Однако на половине пути альпинисты столкнулись со сложностями. Борта карьера неустойчивы и требуют дополнительного снаряжения. Сегодня скалолазы в 6 утра начали новый спуск.